Возможные взаимоотношения с командой МыТех, и возможно, что-то будет интересно вместе соорудить для всех разработчиков. Изучайте технологию, приходите в наш чат разработчиков, собственно, именно русскоязычная комьюнити разработчиков. Может быть, у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать эти вопросы нашим технарям из нашей команды. Ну, а если будут вопросы ко мне, то вы можете подписываться на мой Телеграм, писать в Инстаграм, и будем на связи. Надеюсь, было вам интересно узнать о том, как устроен ваншат всех блокчейн-технологий, и какое будущее мы видим для всей индустрии своим проектом создаваемых. Женя, спасибо за очень крутое выступление. Тут поступил, кстати говоря, вопрос в чате. Я видела его в чате, трансляция на YouTube. Как реализована защита от спам-транзакций, учитывая, что они бесплатные? Мне кажется, очень интересный вопрос. Может быть, ты сейчас на него ответишь? Да, конечно. Конечно, я с удовольствием отвечу на вопрос, потому что это крайне важный вопрос. Я специально вам открою как раз слайд, в котором отвечает, есть ответ на этот вопрос. Пока вы смотрите на этот слайд, я и расскажу. Значит, вообще, в принципе, зачем транзакции платные? Они нужны для того, чтобы защититься от спам-транзакциями и от бесконечных циклов в смарт-контрактах, которые могут исполняться бесконечно и перегружать сети. Значит, и часто еще звучит такой вопрос, на чем зарабатывают валидаторы, майнеры и так далее. Этот вопрос чаще всего звучит потому, что люди уже даже стали забывать, что такое Proof War. А привыкли, что в Proof Stake есть вот эти вот платежи валидаторам, этими комиссиями транзакций. У нас в блокчейне блоки создаются раз в 3 секунды, и раз в 3 секунды кто-то получает награду за блок, то есть создается новая монета в блокчейне. Это основы Proof War сетей. Поэтому в этом случае майнерам достаточно получать награду за блок и не получать какие-то дополнительные платежи за транзакции. Что касается спама транзакциями, то приоритет попадания транзакций в блок, как я сказал, определяется балансом на счете отправителя. И также определяется размером и сложности исполнения этой транзакции. И вместе с тем еще и определяется количество ранее отправленных транзакций. Таким образом, если вы владелец большого баланса, вы можете отправить транзакцию, она придет приоритетно при высокой нагрузке на сеть. Но если вы начнете повторно и повторно продолжать отправлять транзакции, фактически создавая вот этот поток спама, то каждая следующая транзакция будет плавно понижаться в приоритете. И таким образом пропускать в блок транзакции других пользователей, которые не занимаются этим спамом. И как только вы этот бесконечный поток остановите, то приоритет обратно будет возвращаться на самый верхний, который доступен с вашим балансом. И в общем-то и все. Этого достаточно, чтобы спамеры не перегрузили сеть. Это динамический параметр, автоматически рассчитывающийся при отправлении транзакции. И не нужно никаких жестких правил здесь для того, чтобы блокчейн чувствовал себя комфортно. Другое дело, что есть еще смарт-контракты, которые можно запустить, и они будут бесконечно выполнять какую-то инструкцию. И вот в этом случае у нас есть тоже такое понятие, как тики. Тик — это равен исполнению одной строки кода. И получается, что у нас просто это количество тиков ограничено константой. Условно 70 тысяч строк кода. Вы можете выполнить достаточно любые инструкции, но если вы злоупотребляете ресурсами блокчейна, то ваш смарт-контракт в какой-то момент просто терминируется и не выполняется. Тик — это вот своего рода аналог газа в эфириуме, только в эфириуме он платный, а в импере он бесплатный. И если верхами объяснять, то в общем-то вот в этом и суть, почему транзакции бесплатные. Надеюсь, я ответил на вопрос. Класс, спасибо. Да, ты очень твердо ответила на вопрос. Огромное тебе спасибо. Да, прям было очень интересно. Я сама даже с большим интересом послушала. Женя — классный спикер. Я думаю, что мы даже такой, какой-то еще отдельный метап «Встречу сделаем», только же он этим новым технологиям, потому что у нас на этот метап откликнулось много-много-много интересных спикеров. Мы взяли буквально самые яркие выступления, и то их пришлось сильно сократить для того, чтобы вам предоставить как можно больше вот такого крутого контента. Но мы планируем на постоянной основе вот такие мероприятия проводить. Кстати, у нас даже так спонтанно родилась идея вот сейчас пойти вот такой оффлайн, небольшой нетворкинг сделать. В пять часов мы встречаемся в Афимоле на четвертом этаже. Да, серьезно? В составе мы с Мариной, Женя, Тарас, вот ребята-студенты, да, там участники хакатона. Еще приедет пара очень интересных людей. В общем, у нас такая прикольная компания образуется. В четвертом этаже. Если располагаете временем, то приезжайте. Более подробная информация там в чатике, телеграмм, в нашем закрытом чате. Мы скоординируемся. А сейчас... А, еще хотела сказать, что Женя нам подкинул очень интересную идею, да. Мы, наверное, будем даже новый курс вместе с ним разрабатывать.